Здравствуйте, дорогая публика! 18 декабря 2023 года вышел очередной меморандум Российской, не Российской Академии Наук, а это называется так, Комиссия по борьбе с лженаукой. Сейчас я скажу точно, как же она называется. Она называется Комиссия Российской Академии Наук по борьбе с лженаукой. Председателем неё Евгений Борисович Александров, академик, а Александр Ремович Хохлов, он член комиссии. Вот там, знаете, персональный состав, и во всём персональном составе вот только два академика – председатель и член комиссии. Всё, больше никого нет. То ли все остальные не академики, ну хотя, что значит не академики, что-то упоминать не надо, то ли их больше нет, то ли они решили не светиться, не знаю. Значит, Алексей Ремович Хохлов – это сын знаменитого Рэма Хохлова. Рэм Хохлов – это легендарный советский физик, он был альпинистом и погиб во время своего альпинистского путешествия. Вот, интересная такая вот подробность. Так вот, очередной меморандум. Меморандум посвящён в ряду, скажем так, того, что называется астрология. Я не склонен защищать астрологию, потому что меня самого она отчасти достала. Я сейчас объясню, почему. Потому что, ну, хочется проверить, да, вот так, давай проверим, давай проверим. Но вообще, если делать правильную проверку, то проверить невозможно. Вот, и есть богатая система данных, вот, которая, значит, ну, например, пролётные катастрофы, да, лётные происшествия. Пожалуйста, давайте посмотрим, вы говорите, можете, можем, можем предсказывать лётные происшествия. Вот, давайте, у нас есть система, значит, у нас есть самолёты. Что вам нужно про самолёт знать? Точный, с точностью до минуты или секунд момента их рождения, и, соответственно, точное положение на карте, место их рождения. И вот, что считать рождением самолёта, я не знаю, то есть проверить невозможно. Для человека, ну, вот, точный момент рождения, ну, около предела часа, в основном, известен про всех. Это, может, для каких-то очень обгустейших персон, там, с секундомером стоят, засекают. И, понятно, что ещё, может быть, нам акушеры скажут, а точный момент можно определить, когда он родился, а когда ещё не родился. Что это такое, первый трик или что там? Ну, не знаю. А есть ли кесарево сечение, когда считать момент рождения? Вот, ну, не знаю. Но, тем не менее, значит, комиссия говорит, что вот проверяли, и оказалось, что ничего не работает. Ну, действительно, там есть набор, значит, и работ, которые проверяли. Там в Индии были какие-то такого рода исследования. У них, потому что свои астрологи есть. Вот, ну, и говорит, что советует эта комиссия, она командовать не может. Ну, в общем-то, наверное, к счастью. Потому что, когда лишний командир появляется, это только лишняя неразбериха. Вот, советовать посоветует. Советует она не печатать астрологические прогнозы в газетах и на телевидении публиковать. А если публикуешь, то предупреждаешь, что это чисто развлекательные цели. Ну, если скажешь, что это чисто развлекательные, никто же не будет. Скажешь, вот таблетка, она чисто развлекательная, она тебе не подействует. Ну, от всех болезней, от всех болезней. Ну, не подействует. Ну, понятно, что такую таблетку никто не купит. Нет смысла будет таблетки от своих болезней тогда производить. Понятное дело, что никто так писать не будет. Но у них есть и другие меморандумы. Был меморандум против дерматографических исследований. Вот окажется, ладошка на руке нашей, на ней есть линии. Руки, значит, линии этих самых популярный узор на пальцах, на коже. В принципе говоря, я ещё как-то это с детства помню, в детстве моём никаких таких лжеонаук у нас не могло печататься нигде. У нас рассказывали о том, что оказывается, наличие каких-то наследственных заболеваний психических очень часто коррелировало с характером узоров на пальцах рук. Количество завитков, ещё чего-то. Вот такого рода были нам сообщения. Ну, например, я когда вы спрашивали, а как же синдром монголоидности, это даун, у нас называется синдром монголоидности, сразу бросается в глаза. Как его определяют у монголоидных народов? А, говорит, по ладошке, там другой узор вот этих самых складок на ладони. Видите, уже оказывается, польза-то есть. То есть японец или китаец монголоиды определить только так. Потому что они все там монголоиды, куда их денешься? Куда от них денешься? От своих монголоидностей природной. Вот, ну вот это немножко меня удивило. Такое вот резкое заявление, разобрались или нет. Была, так сказать, фетфа, или как это называется, проклятия были в адрес гомеопатии. То есть, говорит, очень много они зарабатывают денег, это самое главное там было. Но в то же время, я вам так скажу, я встречался с учёными, это вот учёные из замечательного института, который называется химфизики. Это очень такой мощный у нас институт, и у них есть отделение биохимфизики. И вот мне тогдашняя, она, Бурлаковая фамилия, она директор, замдиректора вот по этому направлению была. Она рассказывала, что один такой вот, у них были эксперименты, молодой учёный, заменялся вот этими вот разведениями, да? Вы знаете, как не разводить кроликов и не разводить лохов, а это значит разводить раствор. Вот вы сколько раз этот раствор разводите, да? Совсем такое разведение, что в растворе может не оказаться почти действующее вещество, если только случайно. И вот оказывалось, что вот это вот вещество всё-таки действовало на биообъекты, которыми он там занимался. Какие-то бактерии там были. Вот то есть он у него достоверно было установил это. Но говорить об этом громко вслух нельзя. Это же получается, что ты подтверждаешь гемиопатию. Как? То есть получается, закрывается целая отрасль науки. Вы знаете, нам очень повезло вообще, что вот такого рода организации не было, скажем, в 20-е или 30-е годы, когда только появлялась вирусология. Ведь вирус тогдашний практически никогда нельзя было разглядеть под микроскопом. Это только в эпоху электронных микроскопов появились. Мы знаем, что вирус на самом деле это большущая молекула, на которой написана какая-то генетическая информация, которая, попав в организм жертвы, начинает там воспроизводиться. Ну, как вот вирус компьютерный попадает в компьютер и заставляет компьютер себя копировать и рассылать по сети интернет. По всем адресам. Вот. Такая вот хитрость. А тут, значит, смотрят. Есть заболевания. Значит, не могут выделить возбудитель. Ну, как обычно раньше. Вот покашляй, товарищ больной. Сейчас мы посмотрим под микроскопом твою мокроту, что у тебя там. Ага, вот палочка коха. Значит, не напрасно ты кашлял. У тебя, понимаешь, этот самый туберкулёз лёгких. Всё. Будем лечить. Вот, пожалуйста, тебе пропишем. Мы даже будем эти палочки, значит, смотреть, к чему бы их убить. Будем добавлять различные красители. Ага, вот этот краситель палочку красит. Давай мы на этот краситель, на эту молекулку прилепим, там, молекулку какого-нибудь ядовитого вещества, например, мышьяка. И этот краситель окрасит и убьёт. Вот такой краситель, чтобы он тебя не убил. Ну, и так далее. Всё, эта работа пошла. И вылечили болячку. Может быть, не обязательно мышьяком, чем-нибудь ещё. Вот мышьяком вылечили сифилис тогда. 606 препарат такой был. Вот, сифилис видно. Бледную спирохету видно под микроскопом. А тут как быть? Ничего не видно. Фильтруют. Ничего нет абсолютно. Всё очистили, отфильтровали. Жидкость, всё чистенькое. Но она заражает. Она продолжает быть заразной. Что за волшебство? Вот скажи, что за волшебство? В принципе говоря, попадись на глаза, так сказать, тогдашним борцам со лженаукой. А тогда их не было, борцов со лженаукой. Тогда вообще вся наука была на грани чего-то нового. Это была эпоха потрясений. Тогда эпоха не только социальных потрясений, но и научных потрясений. Тогда появилась новая физика, квантовая механика, теория относительности. Что только не появлялось. То есть, привыкли, что всё может быть не так. Появился институт крови. Своего создания поддержал сам Сталин Йосиф Вестарьёныч. Значит, в этом институте крови делали переливание крови. Это не вот тебе переливание, как сейчас делают. Вот ты потерял много крови, сейчас мы тебе перельём нужную тебе совместимую с твоей кровью кровь. Нет, тогда даже не знали про группу крови путём. Путём не разбирались, а переливали кровь с целью, значит, вот от молодого к старому, старый будет моложе. От старого к молодому, молодой будет умнее. Да, вот такие вещи. Да, с кровью, чтобы что-то получить, да, получалось. Ну, так сейчас это, понятное дело, нам кажется очень смешным, наивным, поэтичным немножко. Люди при этих опытех погибали иногда, то есть, вообще жертва науки, потому что несовместимость пола крови, да, вы понимаете, да, не ту группу крови переливали. Вот, и Богданов, кстати, был основателем этого института, он был революционер, он играл в шахматы с Лениным, есть фотографии, на капре они играли. Вот, но самое-то главное, что вот он был энтузиаст этих переливаний, и однажды он переливался, менялся кровью с молодым человеком, молодой потом поболел-поболел, но выжил, а он помер, отдал Богу душу, хотя был коммунист. Но душу Богу отдал. Вот, вот такие вот дела были тогда. То есть, всё это считалось, что можно, да, ну, какого жидкости, ну, нормально, всё может быть, надо открывать, это что-то необыкновенное. А у нас уже давно революции физики не было, понимаете как? Последний намёк был, это сейчас-сейчас мы вот сделали атомную бомбу, сделали водородную бомбу, сейчас-сейчас мы исследуем всякие частицы, и, глядишь, ещё один источник найдём. И всё, а там дальше уже всё спокойно стало, релятивская квантовая механика работает, вот, добавили к электродинамике релятивистской, ещё релятивистскую хромодинамику, живём себе. Мы, например, никого не трогаем, никаких таких вот новых вещей нет. Иногда прибегают люди, говорят, а у нас нейтрино быстрее света двигалось, успокойтесь, проверьте, где у вас там провод подключён. Да проверяли ничего, да ещё раз проверили, ещё раз проверили, да, не так подключили, не так старт-стоп-сигнал был, не так шёл. Всё, она ещё двигалась, она не быстрее скорости света нейтрино, да. В лучшем случае со скоростью света, или почти со скоростью света. Всё, успокоились. Нету вот этих открытий. Вот, вот эта вот борьба такая, она как-то вот один только. Ну, да, я сейчас всё навесили, всё, заниматься нельзя. Если кто-то будет дерматографией заниматься, печатать работы, он скажет, ну что ты, лженауку печатаешь, сейчас тебя все засмеют, сейчас прибегут популяризаторы, да, науки, и тебя, значит, растерзают. Будешь гомеопатию оправдывать? Ты что, нельзя, тебя лишат финансирования, ты был же лжеучёный. Это как сейчас вот будешь что-нибудь бороться, значит, с концепцией того, что человек, человек привёл к глобальному потеплению, да, вот сидеть вот в замерзающих городах сейчас подмосковных, да, где там не справляются системы жизнеобеспечения с этим теплом, и спорить, что у нас глобальное потепление, это нельзя, нельзя, нельзя. Помалкивай, сиди. Рассказывай лучше, что в Северо-Ледовитом океане очень много пластиковых стаканчиков, вот давай тебе дадут, тебе грант, ты поедешь на Северо-Ледовитом океан, будешь собирать там пластиковые стаканчики, да, будешь исследованием заниматься, откуда там пластик в Северо-Ледовитом океане берётся. Ну, такого рода вещи. Они, конечно, конечно, это вот есть такая... Мы живём все на земле, все среди людей, и особо-то язык протягивать особо нельзя, на него могут наступить грязным каблуком, нельзя. Вот. Ну и, кстати говоря, пытались они вести борьбу, но безуспешно против преподавания основ православной веры, основ православия в школах, да. Ну, равно как и против... Почему-то они вели только против преподавания основ православия. Вот я заметил, что со времён Гинсбурга, Гинсбург, Академия Гинсбурга, фамилия такая, знаменитая банкирская дореволюционная фамилия, вот, сами понимаете, какой он национальности, кстати, не говорят Нобелевские премии. И вот у него часто очень была такая тема – это борьба против религии, причём в виде христианства. Нет, что вот против своей, родной, против иудаизма. Нет, против иудаизма будешь баронца, можешь загреметь по статье «Заразжигание ненависти», потому что это будет на грани антисемитизма. Ну, если не посадят, то, по крайней мере, не будут приглашать тебя, значит, интервью давать, да, по вопросам разным. Вот, тут нельзя. С мусульманством вообще шутки плохие, пришибить могут, да. Ну, а вот христианство тут оттоптаться можно, так же всем прощать положено. Прости их, Господи, не ведают, что творят. Прости, Господи, Академика Гинсбурга, не ведают, что творят. Простой Академик, что с него взять. Ну, вот такие вот вещи. Вот, так вот, тут тоже они попытались оттоптаться, но получили отпор, не помелчилось, переплюнуть не сумели. Плетью об уха не перешибёшь. Всё-таки вот статус этой комиссии не совсем понятен, да, потому что обязательных их действий тут никаких, значит, нет, которые должны быть, следовать за ними. Запрет в советы, 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 советы. По-прежнему существуют аптеки гомеопатические. Между прочим, это не 90-е годы они появились. Они были и раньше. Вот на улице Герцена, забыл, как сейчас называется, там была очень такая крупная, знаменитая гомеопатическая аптека в Москве. Там продавались лекарства, всё нормально, всё работало, всё покупали, их прописывали. Да, людьми лечились. В советское время существовало. А это времена, когда лженауку, за лженауку могли заможай послать, поставить штемпель наугад, и посылать, и заможать за это могли. Помните, у нас были решения по лженауке-то какие? У нас и кибернетика была лженаукой, и была лженаукой генетика. Ну, хорошо, хоть в теории относительности квантовые механики не оказались лженаукой, потому что они бомбу обещали сделать. Ну, за это, ладно, простили этих колдунов, колдуйте, сказали. Вот, такие вот дела. А тут всё, пожалуйста, можно запретить. И вот я вам что хочу сказать. Вот, вы знаете, есть такие плохие люди, которые такие убийства совершают, жестокие, нехорошие, и как их земля только носит. И зачем им какой-то давать пожизненный срок, кормить их потом, да? Давать ему возможность как-то вот сделать вид, что он обиженный, и выйти потом на свободу, может, когда ему там совсем дряхлый будет. Нет, а знаете почему? Потому что, ну, вот такая статистика есть по серьёзным преступлениям. Говорят, что в годы обострения борьбы с преступностью было такое, да? А вообще эти дела проверяются прокуратурой. Так вот, значит, в годы борьбы с преступностью вот количество осужденных, среди осужденных, как они говорят, у них такой термин осужденный, вот как есть у моряков компас, а у нас компас, рапорт, а у нас рапорт. У математиков есть комплексные числа и первообразные, а у нас комплексные числа и первообразные. Вот, так и у них. Такая же вот история есть, неприятная. Так вот, значит, среди этих осужденных пациентов 30 было не за хрен собачьи сели. А ведь сколько-то ведь осужденных смертной казни тоже бывает. Помните, был Чикатило такой знаменитый? Ведь до того, как он попался, по-моему, несколько уже групп товарищей получили расстрел и были расстреляны за преступление. Да. А сам-то Чикатило ведь, против него доказательств не было. Было даже доказательство его и неопровержимой невиновности, потому что группа крови, его группа крови, не совпадала с группой спермы, обнаруженная на месте преступления. Представляете, это не может быть! Но, тем не менее, в течение двух минут он сознался. Его семью арестовали, увезли в неизвестном направлении, а с ним же ему что-то сказали, поговорили, он написал явку с повинной. Ну и всё, потом, значит, расстрел, и всё. Ну так вот, не надо было писать явку с повинной. Ну, видно, ему что-то так объяснили. Может, дали надежду, что на суде его отмажутся как-то. Ну вот, но кто его знает? Такая вот история. Да, ну так вот, я про это и говорю, что лучше смертную казнь не вводить, лучше не писать такие фетфы с запретами на какие-то направления человеческой деятельности. Мы все знаем, что астрология – это так, исторически интересная вещь. Когда-то в Месопотамии, это вот между речью Тигра и Фрата, умные люди задумались, а нельзя ли как-нибудь заработать на небе? И пошли к властимущим, слушай, говорит, тут на небе, говорит, интересные вещи происходят. Во-первых, говорит, звёзды все вроде движутся и движутся, по кругу, вокруг северополярной звезды. А вот некоторые, говорит, так вот, как будто машут фонарём. Может, они тебе машут? Слушай, ты же начальник, давай мне денежки, посеребри ладошку-то мне, а я тебе попробую разобрать, в чём там дело. Может, какие-нибудь знаки подаёт? Давай, посеребрим. Ну вот, и они там, вот так появилась астрология. Но зато это в процессе своём она, конечно, потихонечку превратилась в астрономию. В недрах астрологии выросла астрономия, потому что им для их работы нужны были и карты звёздного неба, и изучение движения планет, и модель этого движения. Всё это получалось, что астрологам нужно было. Для них всё это надо было. Ну вот, только такая его заслуга, вот историческая роль. Да, и, кстати, ещё одна роль, да, забыл, книгопечатание, знаете, когда замечательный процесс, это вещь, перевернувшая мир. Книги стали доступны очень большому кругу лиц. Раньше книга была, рукописная книга, была такой большой ценностью, что на неё отдельное завещание писали. Отдельное завещание упоминали каждую книжку, что у тебя есть в библиотеке. Иначе всё украдут. Вот. Опасные смерти. Так вот, книгопечатание долгое время жило. Знаете, на что? Оно жило на издание календарей. Вот эти всякие, с астрологическими прогнозами. Календарь с астрологическим прогнозом, вот он и кормил эту вот деятельность. Как сейчас, как порнография кормит интернет, то, что интернет существует, благодаря, так сказать, порно-трафику. Ну, по крайней мере, лет пять назад так было. Как сейчас, я не знаю. Может, сейчас что-то другое есть, кроме порно, что можно смотреть. А, во, мои вот эти... Да, мои лекции, смотрите, подпишитесь на Бусти. Там у меня есть лекция по общей физике, по математике, по теоретическим основам электротехники. А вообще, в любом случае, шлите мне деньги. Хотите, шлите на Сбербанк, Юмани, Киви кошелёк есть, ВКонтакте есть кошелёк. Есть у меня и кошельки для этих самых, для криптовалюты. А из-за кордона хорошо пройдёт, знаете куда? На Донэшн Аллерс и на Бусти. Подписывайтесь на Бусти, лекции мои смотрите. Чмоки-чмоки, пока! Субтитры сделал DimaTorzok